Оружие античности привлекает интерес не только оружейников, но вообще любого, кто сталкивается с военной историей. От вооружения зачастую зависит стиль ведения боя, тактика, представление о военном деле как таковом. Так что, когда речь заходит не о мимолетном поверхностном изучении истории, вопрос об оружии конкретной эпохи рано или поздно встает. Фальката, Махайра, Копис, Ксифос. Кажется, ничего сложного в этих словах нет. Мечи, они и есть мечи, как их ни называй. Однако, как ни странно, именно из такой логики рождаются мифы, заблуждения и стереотипы. Всего четыре слова, а путаницы в них много. Наверняка у тех, кто сталкивался вообще с античностью, возникал вопрос, чем Фальката, Махайра, Ксифос и Копис отличаются, ведь по форме они похожи или как ошибочно считают другие, эти клинки одинаковы и на глаз не отличить. Эта тема не новая для военной истории, и ответ будет интересен не только оружейникам, но любому, кто увлекается историей. Самым базовым из перечисленных мечей является Копис. Его происхождение уходит корнями в Древний Египет, где берет свое начало и его прародитель, серповидный меч Кхопиш. Известны такие мечи, относящиеся к 20 веку до новой эры. Меч имеет длину от 50 до 60 сантиметров. Существуют более мелкие экземпляры. Есть мнение, что происходило это оружие от более древнего шумерского аналога. В период Нового Царства, 16-11 века, когда Египет проводил активную экспансию в Иудею, Сирию и Месопотамию, этот меч стал настоящим символом эпохи наивысшего расцвета Египта. Кхопиш – это меч, предназначенный для нанесения рубящих ударов. И здесь любителям писать в комментариях, что можно наносить и другие удары. Как некоторые мне доказывали, что для классического Гладиуса приемлемы кроме укола еще и рубящие и режущие удары. Уточняю, у любого оружия есть область применения и характеристики, под которые оно создавалось. Как Гладиус адаптирован для укола, так и египетский Кхопиш предназначен для рубящего удара. Это не значит, что им нельзя наносить другие повреждения. Просто он для этого менее приспособлен и удар будет либо слишком сложным, либо малоэффективным, спонтанным. К X веку до новой эры Кхопиш распространяется по всему региону Восточного Средиземноморья. Попадает в Финикию. В начале IX века до новой эры финикийские поселенцы основывают Карфаген, куда перебирается, кроме военной традиции, еще и устоявшееся вооружение. Также мечи, похожие на Кхопиш, имеют место при изучении Минойской цивилизации, расположившейся на Крите, считающейся предшественницей греческой цивилизации. Приблизительно в это время Кхопиш существенно изменил свой внешний вид. В V веке до новой эры египетский Кхопиш окончательно эволюционировал в Копис и распространился на всем Средиземноморье. В Грецию Копис пришел с востока, со стороны персов. Очень долгое время Копис прослужил главным мечом для греков, македонцев, иберов и римлян. Судя по записям греческого историка V века до новой эры Ксенофонта, греки выделяли Копис на фоне других мечей. То есть это не единственный вид известного на тот момент меча. Его длина также составляет 60 см. Копис предназначен для рубящего удара, как и Кхопиш. Однако помимо этого, из-за смещенного к острию центра тяжести при рубящем ударе, рука не соскакивает с рукояти. Поэтому у Кописа нет полноценной гарды. На обратном ходе мечом можно было наносить порезы. В этом плане оружие имеет примитивную возможность нанесения режущих обратных ударов. Из-за того, что острия находится значительно ниже рукояти, нанесение колющих ударов практически невозможно. То есть Копис это преимущественно рубящий меч. Махайра. Следующий вид меча произошел, судя по всему, от Кописа, так как в основном повторяет его форму, но имеет одно существенное изменение. Махайра отличается от Кописа видом клинка. Если Копис имеет значительный изгиб, то внешняя сторона клинка Махайры почти прямая, отчего функция его значительно расширяется. Помимо сохранения рубящей функции, меч получил полноценную колющую. Находка меча этого типа относится уже к периоду становления греческой цивилизации, к IX веку до новой эры. Махайра использовалась одновременно с Кописом и тоже является одним из самых популярных клинков периода ранней и классической античности. Ксифос. Еще одно греческое название. Таким именем наделяли прямой, обоюдоострый, рубящий-колющий клинок. Его активно применяли кроме греков, персы, иберийцы и римляне. Гладиус произошел как раз от греческого ксифоса, но практически потерявшего рубящую функцию. Гладиус перенял основные черты ксифоса и даже делится также на испанский тип, клинок листаобразной формы. Гладиус Майнц, клинок имеет небольшую талию. Гладиус Фулхэм, клинок с талией и треугольным острием. И гладиус Помпеи, клинок без талии с треугольным навершием. После установления римской власти в ключевых регионах Средиземного моря, мечи греческого типа постепенно вытесняются гладиусом, ставшим самым ходовым мечом последних веков периода классической античности. В поздний период римские гладиусы будут постепенно вытеснены спатой, длинным мечом германского типа. И вот, наконец, мы добрались до фалькаты. Слово фалькаты является следствием ошибки переводчика латинских текстов Фернандо Фульгосио. Термин был впервые употреблен им в 1872 году. Переводя писательное выражение «энсис фалькатус», означающее «серповидный меч», Фернандо посчитал это именем собственным. В результате, после выхода исторической науки на всем доступный уровень, в 20 веке термин фалькаты завоевал популярность в ненаучной среде и заменил такие правильные названия, как копис и махайра. Какой можно сделать вывод? При том, что, казалось бы, информации по вооружению античности достаточно, конкретики в популярных источниках крайне мало. Основной сложностью с определением названия внешнего вида меча является наличие противоречивой информации в первоисточниках. Многие греческие источники употребляют слово «махайра» в том числе для обозначения простого «ножа» или римского «гладиуса», при этом относя это к слову еще и к мечу греческого типа. Это не единственный пример и связан, очевидно, с разным восприятием и областью применения этих исторических терминов самими носителями языка. Так что при первом ознакомлении с первоисточниками можно впасть в заблуждение и перепутать все на свете. Впрочем, лечится это прочтением дополнительных источников и обычной внимательностью за ходом мысли. Известно, что издревле греки сражались с фалангой, плотным строем пехоты, имевшим правильные пропорции, то есть в нем ярко выражены ряды, определяющие глубину и ширину строя. Эффективность группы воинов, стоящей фалангой, возрастает многократно, особенно если сравнивать с просто большим скоплением людей в одной группе. Фаланга позволяет намного эффективнее проводить натиск, облегчает формирование крупных подразделений. А если рассматривать случаи, когда все войско выстраивалось фалангой, то такая формация вовсе становилась стеной из щитов и копий. Первое упоминание со ссылкой на то, что такой строй был раньше, дает в 9 веке до новой эры греческий писатель Гомер, автор поэмы «Илиада», откуда мы узнаем о Троянской войне, до недавнего времени считавшейся легендой, пока в 1988 году не были проведены крупные раскопки в Малой Азии и была обнаружена Троя, причем соответствующая описанию Гомера, что дает повод более серьезно относиться к его труду. Саму Троянскую войну датируют ориентировочно 13-12 веками до новой эры, то есть уже в это время греки знали фалангу и умели становиться в правильный строй. Основным оружием в эпоху античности являлось копье. Греки использовали копье Дори, длиной от 1,5 до 2 метров. Само копье позволяло держать противника на расстоянии, наносить удары, при этом не подходя вплотную к врагу. Поэтому мечами все-таки пользовались несколько реже, если сравнивать с частотой употребления копья. Мечи использовались как второстепенное оружие, чаще всего в случае, если воин каким-то образом намеренно или спонтанно терял копье. Копис в таком случае был удобен скорее в разряженном строю, так как нанесение рубящего удара подразумевает замах. Помимо этого, мечи можно было активно использовать в случае прорыва строя, когда формация нарушалась и приходилось идти на максимальное сближение с противником. В IV веке до новой эры македонский царь Филипп II заимствовал у фиванских фалангитов идею массового внедрения войска длинного копья по 5-6 метров. Таким образом, сражение могло участвовать не один-два ряда фаланги, как это было до этого, а от 3-х до 5-ти. Такая эффективность обеспечивалась длиной копья, названного Сарисой. Получалось, что третий ряд прикрывает первый, не давая противнику вклиниться в строй и держа его на расстоянии. Второй и первый ряды гасили натиск и более активно участвовали в битве. Количество задействованных рядов варьировалось в зависимости от длины Сарисы и участка фаланги, где располагались Сарисофоры. Известно, что количество одновременно задействованных в сражении рядов доходило до 5-ти. Есть версии, что одна фаланга могла одновременно состоять и из Сарисофоров, и фалангитов с традиционным копьем. Такая формация эффективна при прорыве фронта противника, когда первые два ряда входят в соприкосновение со строем врага. Третий и четвертый ряды, состоящие из Сарисофоров, начинают усиливать натиск, нанося удары длинным копьем, чем увеличивалась поражаемая площадь первых рядов вражеского строя. Даже классическая греческая фаланга не могла противостоять подобному натиску, что обусловило успех македонцев не только в Греции, но во всех последующих войнах, где у противника не было войска наподобие фаланги Сарисофоров. Однако, если рассматривать Александра Македонского, сына Филиппа II, то его успех пришел вовсе не от Сарис. Александр известен прежде всего как гениальный командир кавалерии. Он не внес революционных идей в пехотное дело. Напротив, практически все сражения, данные Александром, были выиграны за счет маневров и ударов кавалерии, тогда как пехота традиционно принимала на себя весь удар. Ярким примером такой битвы является сражение при Гавгамеллах 331 года до н.э. Царь Дарий III, правитель Персидской империи, выстроил пехоту и застрельщиков в построение под названием Тарабара. Когда воины с большими щитами вставали впереди, за их линией размещались лучники, в задачу которых входил обстрел неприятеля. По флангам располагались колесницы, а также ударная и легкая кавалерия. Александр поставил в центр фалангитов сарисофоров, укрепив их щитоносцами. Застрельщиков поставил перед первой линией пехоты. На флангах также разместились сарисофоры, которые должны были прикрывать фланговые тылы впереди стоящей линии, а также кавалерия. Дарий III делал акцент на уничтожение пехоты, полагая, что его всадников и без того хватит на противостояние македонской конницы. Для максимальной деморализации использовались колесницы, считающиеся грозным оружием на востоке. Однако залпы застрельщиков и македонские фаланги сарисофоров не позволили колесницам не то что развить успех, а хотя бы вклиниться в строй македонской армии. В ход пошла пехота. Одновременно началась атака персидской кавалерии на левом и правом флангах. С этого момента началась битва всадников, которая должна была определить исход битвы. Александр возглавил правый фланг и повел гитаяров в сторону от основной битвы, намереваясь стянуть на себя дополнительные силы персов. Так и случилось. Персидская конница на правом фланге начала преследование Александра. В итоге персидские всадники оказались открыты для второй линии македонской армии, и греческая кавалерия, расположенная здесь, немедленно ударила во фланг горе-преследователям. Александр развернул свой отряд и принял участие в столкновении, где персы заведомо были обречены на поражение, ведь это была самая настоящая ловушка, задуманная Александром для персидской кавалерии. Дарий III, видимо, принял схватку конницы на правом фланге за то, что Александр не смог уйти от удара и попал в руки персов. Для усиления успеха персидский царь послал туда еще всадников, которые на деле попали в такую же западню, как и их предшественники. Так, основная часть персидской конницы была уничтожена. Тем временем, македонская пехота щитоносцев и саресофоров, свободная от ударов персидских всадников на правом фланге, смогла потеснить персов назад. Таким образом, правый фланг македонцев вышел значительно дальше остальных позиций. Ситуация на левом фланге оказалась особенно сложной, ведь именно здесь кавалерия и пехота македонцев противостояла не только обстрелам персидских лучников и натиску тарабары, а еще и ударам к кавалерии персов, так левый фланг греков был по сути окружен и мог быть в любой момент опрокинут. Сообщение об этом Александр получил только когда уже прорвался к персидским обозам и уничтожал тыловые резервы. Понимая, что потеря левого фланга может стоить ему победы, македонский царь ведет своих гитареров в тыл центра персидской армии и отказывается от преследования царя Дария, который уже пустился в бегство. Удары македонцев по центру оказались жесткими, а одновременный натиск сарисофоров сделал из находящихся посреди всего этого персов бегущую в панике толпу. Кроме этого, среди персидского войска распространилась весть о гибели царя Дария. Прибавьте сюда катастрофу в центре войска и вам станет понятно, почему персы предпочли бежать с поля боя. На правом фланге македонские сарисофоры и щитоносцы, свободные в своих действиях, без особых затруднений разбили персов и без посторонней помощи одержали верх. А когда пятившиеся назад персы увидели бегство центра, то и здесь боевой дух защитников долины Ефрата был сломлен. На левом фланге македонской армии персидский полководец приказал своим всадникам и пехоте отступать только тогда, когда увидел бегство основного войска и осознал бессмысленность дальнейшего противостояния. Так Александр умел, руководя всадниками, обеспечил победу македонцам в самом кровопролитном сражении его эпохи. Александр Македонский поставил кавалерию на совершенно новый уровень для греческого понимания принципа и смысла военного дела. До этого конница использовалась в качестве вспомогательных сил, если и участвовала в битве, то в качестве подмоги или как добивающий фактор. Главную роль имела пехота. Действия Александра в Персии заставили весь цивилизованный на тот момент мир пересмотреть традиции, правила и основополагающие принципы ведения боя. После смерти Александра Великого его империя раскололась на множество эллинских государств, в которых власть на себя взяли диадохи, бывшие военачальники Александра. Бактрия, империя Селивкидов, Египет Птолемеев, Пергам, Македония. С этого момента государства диадохов будут постоянно враждовать друг с другом, вплоть до того, как пришедшая с запада Римская республика во II веке до новой эры довершит их распад. Еще в Македонии фаланга сарисофоров оказалась уязвима для маневренных соединений манипул, вклинивающихся в бреши строя сарисофоров. В битве при Кеноскефалах 197 года до новой эры разгром македонцев был довершен предательством знати. Конница не прикрыла фланги сарисофоров, а убедившись, что македонский царь Филипп V разбит, знать покинула поле боя. После поражения в этой битве Римская республика заняла всю Македонию и прекратила существование этого территориального объединения как государство. Империя селевкидов распалась и сконцентрировала все богатства в Сирии, еще до того, как легионеры достигли ее границ. В 64 году до новой эры римский полководец гней Помпей Великий, прознав, что последний царь селевкидов Антиох XIII убит, князем из Эмеса, прибыл в Сирию и практически без боя подчинил Риму эти территории, сделав их частью Римской республики. Египет Птолемеев имел с Римской республикой торговые соглашения и дипломатические связи, не говоря о том, что взял у Рима суду на 2 миллиона динариев. По сути, Египет стал союзником Рима. Понтийское царство сопротивлялось дольше всего. Царь Митридат IV Понтийский в течение трех войн имел определенные успехи в Малой Азии, однако был выбит оттуда, воины истощили казну, а когда Митридат возвращался в Азию из-под контрольного ему Боспорского царства с войском, то местные жители подняли восстание из-за налогового гнета и постоянной блокады портов римским флотом. Митридат понял, что его ситуация безнадежна, Малая Азия потеряна, а против него поднял восстание народ и собственный сын. Он совершил самоубийство, попросив своего телохранителя заколоть себя. Так, в конечном счете, Римская Республика стала единственным сильным государством во всем Средиземноморье. Римская военная традиция полагается в основном на греческое военное дело с изменениями римлян, которые ввели тактику манипул, позже превратив ее в тактику когорт. Длинное копье Сариса перестало использоваться, кавалерия играла снова вспомогательную роль. Можно сказать, что в этом плане эллинский мир полностью проиграл римскому, и все вернулось на круги своя. Так мы с вами постепенно вышли на римское военное дело, однако это совсем другая история. Спасибо за внимание, комментарии открыты для идей и предложений, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч!